Моя бабушка, я как бы ее парень. Не то, чтобы я бы никогда не взяла и так далее, нет, даже дело не в этом, не предлагали. Для меня счастье это ножка. Я камера. Красота. Я попросила Фатю взять кредит. Просила ли когда-нибудь в долг? Она просто хочет сделать так. Мама звонит и говорит, ты представляешь, когда я выбрасывала мусор, я свой клатч тоже выбросила вместе с мусором. Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И сегодня, как вы думаете, что мы будем сегодня с вами тут делать? Почему мы с вами здесь собрались? Будем играть в нарты. Шутка, конечно, мы опять же будем кушать. Это будет мукбанг с самыми моими любимыми продуктами. Вот я не знаю, как вы, я люблю что-то сладкое, например, заедать чем-то соленым или наоборот. Я люблю сочетание сладкого и соленого. Если вы тоже, то ставьте лайк. Сегодня у нас с вами будет курица, ананасы консервированные и вот такой вот зефирка. Зефирка, да, по-моему, называется. И ведро чая. Любовь. Обожаю зефирки. Я обычно не со сладкого начинаю. Ну да ладно. Вы слышите? Мой сосед решил начать ремонт. Когда я начала видео. Я сегодня сходила, купила себе столько косметики. Даже не знаю, стоит ли это показывать в инстаграме. Или во влоге. Не знаю, купила себе матовые помады. Купила себе новую палетку теней. Недорогую. Но ничего. Для коллекции пойдет. У меня мама всегда со мной ругается. Она говорит, зачем покупать столько дешевые косметики. Но дешевая косметика подразумевается не прям как что-то китайское, да? А это, например, Maybelline, L'Oréal, не знаю, Bourjois. Мама говорит, купи одну палетку или одну помаду. Ну а Диор, например. Вот честно, может быть, вы со мной поспорите, но у меня есть помада от Chanel. Одна единственная в моей коллекции. И вот честно, я не вижу никакой разницы между помадой от Chanel и помадой от, например, от Jeanne. Мне кажется, мы платим чисто за бренд. Все. Может, это потому, что у меня всего одна помада, и она какая-то неудачная. Но я ее купила за 42 моната. На мой взгляд, это дорого. Какие острые. Это крылышки из кейпси. С детства обожаю ананасы. Это мой любимый фрукт. Я готова их кушать в каждом видео. Это очень странно. Некоторые мне пишут, слушай, а ты не беременна? У тебя такое сочетание продуктов странное. Ребята, о вкусах не спорят. Есть люди, которые мне пишут. Я тоже люблю такое вот странное сочетание. То есть, все мы разные. Сегодня уронила утюг. Даже засняла для инстасторис. Блин, он развалился. Буквально упал с полуметра. Полуметра гладильная доска. И сразу он такой весь изогнутый. Как будто сделан из пластилина. Но я проверила, он работает. Вообще у меня тьфу-тьфу-тьфу. Техника всегда служит очень-очень долго. Ничего не ломается. Годами я могу пользоваться, например, одним и тем же ноутбуком. Или холодильник, который у нас дома. Он, наверное, лет, наверное, 15 уже как стоит. Вроде как отлично работает. Да, конечно, есть такое понятие, как заводской брак и так далее. Но обычно нам везет. Будем надеяться, что всегда так будет. Вообще произошла такая смешная история сегодня утром. Мама уходила по делам и взяла с собой мусор. Вышла из дома. У нее такой маленький клатч есть, который она всегда носит с собой, когда куда-то идет. Но когда ей недалеко идти. И оказывается, она его оставила дома. Мама звонит и говорит, ты представляешь, когда я выбрасывала мусор, я свой клатч тоже выбросила вместе с мусором. Мне так смешно стало. Но мне хотелось маму подколоть. Я ей такая говорю, дома твоего клатча нету. Ты, видимо, его выбросила. Пранк над мамой называется. Онлайн пранк. И, блин, мне так стало смешно. Оттого, что человек вместе с мусором выбросил еще и клатч. В одно время хотела пранки снимать. Но, блин, из меня... Хороший актер не получится. Мне сразу становится смешно. Мне кажется, я никогда в жизни не смогу стать актрисой. Мы элементарно снимали видео для моего инстаграма. Кстати, скоро это видео будет у меня в профиле. И там мне сказали, что просто нужно сделать лицо очень грустное. Потому что песня будет очень грустная. Там слова очень грустные. И как-то не в тему то, что я улыбаюсь. И этот кадр мы сняли, наверное, с 30 дубля. Потому что каждый раз я улыбалась. Прям вот не могу себя остановить. Начинаю улыбаться. Поэтому я уверена, что из меня актрисы вообще не получится. Кого-то хочу пранкануть. Все сразу понимают. Такое лучше мне не доверять. Я даже толком врать не умею. Поэтому мама сразу поняла, что ее клач дома. У меня мама сразу сказала, что ты врать не умеешь. Очень вкусно. Просто хочется сделать так. Шикарное сочетание. Вот мне нравится. Я еще попросила вас задать интересный вопрос в инстаграме, как всегда. Давайте на пару хотя бы отвечу. Здесь интересный вопрос. Что случилось с утюгом? Это я просто в свой инстаграм выложила, в каком он состоянии. Все просто в шоке, что я сделала с утюгом. Здесь очень много комментариев по поводу этого. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть в курсе всех событий моей жизни. Просила ли когда-нибудь в долг? Если честно, я не помню даже. Я не припоминаю такого, чтобы я у кого-то брала деньги в долг. Но у меня такие друзья хорошие в этом плане. Одно время у меня были немножко проблемы. Я попросила Фатю взять кредит. Вот. Так как мне его не давали. Вы знаете, что после того, как ты устраиваешься на работу, нужно полгода отработать на этом месте, чтобы тебе одобрили кредит. И Фатима сказала, зачем тебе переплачивать проценты и так далее. Я тебе просто дам деньги в долг. То есть, когда у тебя есть такие друзья, это на самом деле очень круто. Но там ситуация разрешилась вообще и без этого кредита, без этого долга. Я реально никогда не брала в долг. Вот. Даже был момент в жизни, когда я продала свою цепочку золотую. Мне очень нужны были деньги. И даже не для себя. Ну ладно, я не буду рассказывать для чего. Я продала, но я не попросила ни у кого в долг. Вот такая вот я молодец. У тебя было такое, что молодой человек задаривал тебя подарками. У меня было такое. Но не прям, знаете, некоторым девушкам. Я там смотрю, машины дарят. Не знаю, какие-то такие вещи дарят. Дорогие очень. В моей жизни никогда такого не было. Может, я не настолько симпатичная. Я не знаю. Вот. Ну, чтобы прям такой крупный подарок не было. Я вам рассказывала. У меня был молодой человек, который при каждой встрече дарил мне букет цветов. У меня дома было 5-6 букетов. То есть в течение недели он мне постоянно, каждый день мы с ним видимся, каждый день букет. Это реально было очень круто. И очень как-то по-джентльменски. Ну, так, чтобы прям дорогие подарки мне дарили. Нет. У меня такого не было. Не то, чтобы я бы никогда не взяла и так далее. Нет, даже дело не в этом. Не предлагали. Ребят, ну не предлагали мне. Для меня счастье это ножка. Я. Камера. Красота. Зачем наркотики? Зачем курить, ребята, когда есть еда? Как бы ты отнеслась, если твой брат захотел жениться на девушке, не вашей нации? Спокойно. Я считаю, что это его личное дело. Для меня самое главное, чтобы мой брат был счастлив. То есть нету такого, что именно она должна быть нашей нацией и так далее. Самое главное, чтобы поддерживала его, любила его, не изменяла. А национальность это мелочи. Хотя вот если посмотреть на моих родственников, у нас почти все женаты или замужем за свою национальность. Но в нынешнее время нету такого понятия, как выдать замуж насильно или женить насильно. Это раньше такое было, наверное, лет 50-70 назад. Например, мою бабушку выдали замуж насильно. Моя бабушка очень хорошо училась в школе, да и сейчас она очень грамотная. Очень умная, образованная. И она не хотела выходить замуж так рано. У нее был молодой человек. Они вместе учились в одном классе. Моя бабушка и как бы ее парень. И она была отличницей, и он был отличником. Но потом, когда он уехал, ее парень уехал учиться в какую-то гимназию, как я поняла. Ее насильно выдали замуж за моего дедушку. Ну, мой дедушка тоже, знаете, был врач к тем годам. Я так смотрю на фотки моего дедушки. Он был очень симпатичным. Очень. Плюс еще врач. Не знаю, почему он не нравился бабушке. Любовь, как говорится. И бабушка, так как с ней так поступили, она нам всегда говорит, что выбирайте сердце. И можно сказать, своих детей она никого не заставляла, не принуждала к браку. Даже мне бабушка говорит, не спеши. Выбирай сердце. Самое главное, чтобы тебе по душе был человек. Богатство, все остальное, это со временем будет. Я, например, бабушке могу спокойно рассказать, не знаю. Про парня, который за мной ухаживает, например. Он всегда поймет. Подскажет. В этом плане у меня очень хорошая бабушка. И мне она как мама. Потому что в детстве я очень много времени проводила именно с ней. Вот. Какие женские имена тебе нравятся? Я, по-моему, говорила в одном из видео. Мне очень нравится имя Аделина. Не надоело заниматься блогерством? Совершенно нет. Мне очень нравится. Я получаю, как сказать, вдохновение от того, что я делаю. Я получаю кайф. Когда читаю хорошие комментарии, я вижу других блогеров. Это меня очень мотивирует. Я даже сама не могу поверить в то, что у меня уже столько подписчиков. На каждом видео, не знаю, по 30 тысяч просмотров. Это круто. Как ты считаешь, главная карьера, бизнес или семья? Я считаю, что самое главное в жизни человека, любого, это его семья. Все остальное иметь тоже неплохо, но семья на первом месте. Я считаю, мой муж может мне запретить работать или что-то делать только в одном случае. Если он сможет меня обеспечить так, как я хочу. И то я все равно захочу заниматься чем-то. Но это я замечаю. У нас есть знакомая, у нее есть муж. И они живут очень бедно. И при этом муж не разрешает ей работать. У нее есть ребенок, который идет в садик. В принципе, он спокойно может пойти и где-то работать. Он начинает ее ревновать, устраивать истерики. А я считаю, что это неправильно. Если ты не можешь обеспечить женщину действительно хорошо, ты не имеешь права ей говорить, что не работай. Да и вообще. У нас в Азербайджане первая леди у нас пример того, какая должна быть женщина. Я считаю, что все женщины должны работать. Чтобы развиваться. Чтобы не тухнуть дома. Когда ты работаешь, когда ты чего-то добиваешься, мне кажется, мужчина тоже по-другому на тебя уже смотрит. Но опять же, есть женщины, которым нравится сидеть дома. Это, конечно, другой... Другой случай. Но опять же, я не поддерживаю женщин, которые, например, не рожают детей, потому что у меня до 35, до 40 лет карьеры и так далее. Всему свое время. Еще один интересный вопрос. Взяла бы фамилию мужа? Я не вижу ничего плохого в том, чтобы взять фамилию мужа. Опять же, зависит от его фамилии. Но в 95% я бы взяла. Хотя я очень люблю свою фамилию. У меня фамилия Аразова. Но я как-то всю жизнь с гордостью ношу эту фамилию. Мне она очень нравится. Но я думаю, мужчине было бы приятнее, если бы его жена была под его фамилией. Поэтому взяла. Я бы не стала устаивать спор из-за таких моментов. Такой интересный вопрос. Не хочешь заниматься маникюром? Честно, хочется. Меня это очень вдохновляет. Мне это очень нравится. Во-первых, у меня нет времени на это. Категорически нет времени. Если я еще буду заниматься маникюром, хоть редко и зарядка. Во-первых, у меня не будет времени на сон. Во-вторых, я буду уже допускать какие-то ошибки на работе. Но мне очень нравится заниматься маникюром. Еще есть такая проблема. Проблема со здоровьем. По состоянию здоровья я не могу. У меня проблемы со зрением. И получается, что я сижу, монтирую видео, потом занимаюсь документами. Это нагрузка на зрение. И потом, например, опять сижу и делаю кому-то маникюр. Это опять нагрузка на зрение. Мне вообще, по идее, нужно делать операцию. Либо носить очки. Очки мне не нравятся, потому что они мне не подходят. Вот. А операцию делать пока что я не решилась. Мне кажется, мастер маникюра это творческая профессия. Это профессия, с которой у тебя есть карьерный рост, на мой взгляд. Если ты делаешь очень красивые маникюры, большую базу клиентов, можно очень хорошо зарабатывать на этом, а в дальнейшем вообще открыть свой салон. И это тоже одно из занятий, которое действительно приносит мне удовольствие. Как-то так. А мы с вами доели. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам огромное за просмотр. Всем пока!